Сегодня у нас 14 июля 2016 года. Вот наш православный детский лагерь. Это мы пришли молиться. Вот у нас лагерь там. Встали в 6 часов утра. Начальник лагеря распорядился, чтобы в 6 часов вставали. Сейчас уже 7 часов. Так, Алексей, отошел от жердей. Встали нормально. Боже, милостью, будь ко мне грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистоя Божией и Матери всех святых, помой и нас имейте. Громче. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ноги вместе. Крой небесный. Песня. 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 Белочи, сильные сердца и святые И спаси Боже, души, иди на нашу страну Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наши Святой посети и исцели немощи наши Ради имени Твоего Ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава, Отцу и Сыну, истону, и Духа, имени И пресни в небе, и Бога, и Бога, и Бога Бочи, Мираши, сущий на небесах И светится имя Твое, да приедет царствие Твое И будет воля Твоя на земле, как на небе Хлеб наш Насущный Насущный дай нам на сей день И прости на нас Прости нам долги наши, как и Убра Прости нам долги наши И мы отпрощаем Дознакон наши И не веди нас в искушение Веди нас в искушение, на любое нас Вообще не слышим, читай громче Слава Отцу Истину и Святому Духу, спаси ли от сна, ты поднял меня, Господи, вшати мой ум и сердце, и открою уста мои, чтобы поступать в тебя, чтобы отправиться свят, 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 молитва Богородицы, милая нас. Поклон, поклон. Так в страхе посликнем в полночь свят, свят, свят Божий, молитву Богородицы, милая нас. Господи помил, Господи помил, Господи помил, Господи помил, Господи помил. Господи помил, Господи помил, Господи помил, Господи помил Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица Что по великой Твоей милости и благотерпения Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного И не прекратил жизни моей среди беззакония моих Но оказал мне обычное Твое человеколюбие И поднял меня, лежащего без сознания Чтобы принести Тебе утреннюю молитву И прославить власть Твою И теперь просвети мои мысли Открой вста мои, чтобы не получаться Слову Твоему И разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою Прославлять Тебя в благодарном сердце И воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Света и Духови И непрестные и веки ввечные Аминь Придите поклонимся Царю нашему Богу Придите поклонимся и припойдем ко Христу Царю нашему Богу Придите поклонимся и припойдем ко Самому Христу Царю и Богу нашему такой доноси до плеча то махаешь все давай от края псалтырь нет 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 он тут библию сам там закладки и желтые смотри самая близкая который открываю вот здесь на этой стороне салон читать ниже ниже возьми там все читать бумажку под руку сделали такого читают по правде твоей избавь меня преклони ко мне ухо твое поспеши избавить меня будь будь мне каменная тверденью домом прибежища чтобы спасти меня ибо ты каменная гора моя и ограда моя ради имени твоего вводи меня и управляй мною выведи меня из сети которые тайно поставили ко мне ибо ты крепость моя твою твою руку придаю дух мой ты избавлял меня господи божий истин ненавижу почитать или суетных идолов на ногах когда упаваю буду радоваться и веселиться он милости твоей потому что ты призрел на бедствия мои узнал горе души моей и не придал меня в руки врага поставил ноги мои на пространном месте помилуй меня господи его тесно меня иссохла от горе си око мое мое душа моя и утроба моя истощилась истощилась печали жизни и моя и летом и встинание из немога от грехов моих сила моя и кости мои сохли от всех врагов моих и сделался поношенным даже у соседей моих и страшилище для знакомых моих видящие меня на улице бегут от меня я забыт в сердцах как мертвый я сосуд за разбитый и вы слышу злоречия многих это все до ужас когда они громче страсти читать плохо слышите сговори сговариваются против меня умышляют из восторгнуть душу мою я на тебя господи уповаю и я говорю ты в мой бог твоей руке дни мои избавь избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих яви светлое лицо твою рабу твоему спаси меня милостью твои господи да не постежусь что я к тебе вызываю нечислилые жидко посрамятся да умолкнут ваде да они имеют устал лживые которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением как много у тебя благ которые ты хранишь для боящихся тебя которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими ты укрываешь если закончился полон заканчивай ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков благословен господь что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе смятение моем и я думал отвержен я от очей твоих но ты услышал голос молитвы моей когда я возвал к тебе любите господа все праведные его господь хранит верных и поступающим надменно воздается избытком мужайтесь и да укрепляйтесь и да укрепляется сердце ваше все надеющиеся на господа слава отцу слава отцу и сыну и слава духа имени крест на веке веков аминь доноси до плеча что ты куда то суешь сюда подмышку крест должен быть четкий и ясный давай аллилои аллилои синхрон окóm как укрепляйся там что это такое крестит ourcing он парни Олевое, 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 слава тебе, Боже. Все, молись своими словами. Помоли Господа за это утро сегодня. Все. Теперь что? Ну, своими словами помолись, как Господь тебе положит на сердце. Не можешь. Не можешь, да? Если сможешь, давай, Тарас, ты молись. Благодарим, Господи, благодарим Тебя за то, что за это утро. Попроси благословения на сегодняшний день, Господи. Господи, благослови нас на сегодняшний день. Чтобы в этот день мы прожили без несчастья. Господи, дай нам веры. Страх твой. Давай, Нестор, помолись ты еще. Дополни. Нестор, не улыбайся. Спокойно, перед Богом стоим. Серьезно все должно быть. Мы еще не знаем. Ну, вот видите. Ну, давайте взрослые кто-нибудь, помолитесь остатки. Закончите молитву. Я могу взять камеру? Нет. Все, держи, снимай. Что значит, у вас нет общения с Богом? То есть, у вас нет навыков. Живая должна быть молитва, возвесенная к Богу. Это должно значить переживать, о чем думается. Господь и Бог наш, благодарим тебя за все этой милости, что ты оказываешь нам каждый день и в это утро. Благостои, Господи, на этот предстоящий день. Дай нам желание все это делать. Все, что ты пошелешь, Господи. Труды наши. Умудри нас во всяком деле. Дай здравомыслия и рассудительности. Всякий раздор, несогласие, распри, Господи. Всякое беззаконие удали из сердец наших. Безус наших, Господи. Помилуй нас, ладыка, помилуй нас. Благостои наших наставников духовных, священника Акима, Игнатия. Умудри, Господи. Дай им быть до конца ответными тебе, истинами Твоей. Быть стойким, мужественным. Благостои даже наших иерархов, Господи. Дай им страх, Твоя Святая. Дай им духовное рождение. Чтоб они боялись тебя, не лица человеческого. Митрополиту Иллариона, епископ Ивтихия, патриарху Кириллу. Митрополиту Иллариона, митрополиту Корнилию. Митрополиту Сергию Алтайскому. Епископу Максиму и другим епископам. Помоги тоже, Господи, священникам. Якину, Яну, Павлу, Геннадию, Михаилу, Олегу, Кириллу, Василию, Андрею, 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 Иоанну, Сергею, Сергею, Филарету, Константину, Игорю, Владимиру, Виталию, Олегу. Виталию, Сергею. Дай им, Господи, любовь и слухи нам, чтобы назидали пасту свою нечеловеческим уместным, но по слову Твоему живому и действию. Слава Тебе, великий Творец, за все Твои пресристания, Господи, за солнце, за это утро теплое, Господи. Слава Тебе, за то, что, Господи, разумляешь нас, что тварь оболчается на нас, Господи, для нашего разумления. Слава Тебе, ибо все о нас совершилось из грехопадения Адама. Прости нас, Владыка, помилуй нас, исправь нас, очисти наше сердце, наше разум, наше устаю, Господи, от всякой скверны. Влажи слова Твои, Господи, дай нам полюбить Тебя всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей, и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Научи нас, Господи, любить друг друга искренне, с радостью сиделось друг другу. Носите немощи друг другу, Господи, бремя нам, умудри нас, Господи, настафь нас. Благослови детей, Господи, стоящих при лицом Твое, дай им духовное рождение, дай им любовь, познать Твое милосердие, которое Ты проявил, Господи. Вися на кресте, расплинаешься за наши грехи, Господи, слава Тебе. Тебе, Господу, Богу нашему, за все хвала, честь и поклонение, Отец и Святой Духа. И сиди наше молитву, с молитвами всех святых, моляйся Тебе на небе и на земле. И услыши молитву всех, кто молится о нас во благо спасения души нашей. И прими нашу молитву, всех, кто запоедал молиться о них. Слава Тебе, наш великий Господь и Бог наш, слава Тебе. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Да? Доброе утро. Четыре, я забил ключи. Бегом. Стой, дай я. Правильно. Молочные продукты, а где они? Беги, 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 беги. Кто бегом, бегом, бегом? Я. А, ну ладно, все, будем. Ну, если тебя не хочешь, я подберу. Че, в колоколу не хочешь? Ну, понятно, да он меня сломался, правда. Ну, ладно, понял. Зивой, тебя полетел? Все, понял. Беги, беги. Зивой, тебя полетел? Так, Михаил, давай, ты не бегал, наверное. Нет. Давай вперед. Бегом только давай. Четыре раза вижу. Конечно. Будь. Кепку добыл, кепку. Эй, зачем мы кепку швыряем? Посмотри на него, что он подожил. Там солнце. Нет, свет. Это вообще. Это вообще. Так, разговоры прекратили. Сейчас будет четыре удара в колокол. Будем слушать, кто его будет. Считай. Най. Писать я твою. Что это для чего? Нет. Ты кому? Ты кого? Я тебя рассматривала. Ты кого? Не надо меня. Соня, пересядь от поля, чтобы тебя держать. Держи, Вика, подсадись поближе. Вон, на угол садись, проси. Показал? Показал? Так, все, разговоры прекратили. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Матфея, 4 глава. Так, Соня, быстрее залазь, садись. Соня, садись. Она выбирает место помягче. Соня, ну вы быстрее давай. Что она в столбушку, почему не села в столбушку? Откуда же я знаю. Держи мою курку. Так, Сок, я без разговорчика. Тетя Галя сказала здесь, значит ты сидишь здесь. Держи. Не мог. Ты где хотела? С кем хотела? С Викой? Да? И с Викой хотела? Да. Двигайся, Вика, сюда иди. Все просто. Вот твоя Вика. Садись. Так, все, держи ее, Вика. Сюша, поддержи. Я ее держу. Да вон. Держи. Матфея 4 глава 23 стих. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Толкование блаженного фифилакта. Ходят в синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Начинают с знамений для того, чтобы поверили его учению. То есть еврейскому народу надо было какое-то сотворить чудо, знамение, чтобы он поверил. Но Господь сказал, блаженные, не видевшие и уверовавшие. То есть блаженные тех, которые приняли веру именно. Более блаженные, счастливые, более счастливые. Нестор, не отвлекайся. Недуг есть долговременная болезнь, а язва непродолжительное расстройство в теле. Объяснение идет, что такое недуг, а что такое язва. Матфея 4 глава 24-25 стих. И прошел в нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. Исследовал за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и Из-за Иордана. Толкование. Вопрос. Почему Христос не спрашивал о вере никого из приведенных? Кто может ответить? Он там даже дает ответ. Мы-то можем порассуждать, почему? Татьяна Володя. Три минуты батареи есть. Успех. И Галя говорит, что все были верующие. Если верили в чудо, желали какого-то чуда. Больше нет у него у кого размышлений? Тогда ответ читаем. Ответ читаем. Потому что это самое уже было делом веры, что их привели издалека. Лунатиками месячными называет беснующихся демон, желая уверить людей, что звезды злотворны, выжидает полнолуние и тогда мучает, дабы за причину страдания приняли луну и бесславили создание Божие, как и заблуждались манихеи. Видите, как сатана обращает людей? Чтоб мы злословили создание Божие. Что это все из-за Него. Бывают такие приметы, которые верят. Например, у нас перед крещением спрашивают, веришь, что это приметы каким? Что нельзя веник переворачивать, ставить его вверх домашками. Нельзя между столбами проходить, который стоит такой распорчатый. То есть тебе там может не повезти еще чего-нибудь. Вот такой вот. Кошка черная перебежала дорогу. Да, кошка черная перебежала дорогу. Еще если тебя перешагнуть, то растение будет. Потому что все это в руках Божьих. Все это, как Господь управит, так оно все и будет. Не надо этому всему верить, потому что это все ложно, уводит от Бога. Ну все, на сегодня нам хватит. Слава тебе Божий наш, слава тебе. Все, пошли, рубите. Все, рубите, рубите, рубите. Поверачивайся. Дядя, идите я перепрыгну. А все пошли. Смотрите, дядя Оладьевич. Как выключать? Эта же кнопка нужна, просто. Я здесь перепрыгну. Вот эту? Вот она. Смотри, куда стоит. Она будет расходиться. Что? Ну все, заканчивай. Заканчивай.